Буэнос-Айрес. Кстати, с этим Буэнос-Айресом приколюха. Мне тут кто-то из подписчиков пишет в комменты, типа правильно говорить Буэнос-Диас, а Буэнос-Айрес это горе. Ладно, я вам сегодня хочу показать аквариум. Достаточно типовой аквариум. Небольшой, но может быть вы найдете какие-то решения для себя, да, необычные. Это банка 1400 длиной, 700 высотой и что-то вроде 650 глубиной. С двенашки, с ребрами, со стяжками и с шахтой. Сейчас покажу, что тут не совсем стандартное, да, что вы можете для себя найти. Ну вот самое главное, что я обычно не делаю, тут мне потребовалось сделать аквариум пошустрее, и поэтому вместо привычного сегментированного дна я здесь сделал усиление другим образом. Здесь на дне лежит пятнашка, то есть можно было бы сделать, например, 12 плюс 10 вторым дном или вот пятнашку одним куском положить. Это раз. Что еще непривычного? Ну, на самом деле такая обычная штука, обычная переливная колонка. Там у меня перелив херби, да, то есть аварийка и основной слив. Из необычности есть еще такие вот отверстия у меня под трубы в стяжках. Удобная штука, рекомендую вам делать. Вот, и, соответственно, в угол, где шахта, я не стал доклеивать ребра и вот эту стяжку тоже, чтобы иметь туда доступ. Здесь внизу у нас довольно стандартный такой самп. Вот приходят две трубы, основной слив с краном и аварийка. Они приходят в первый отсек, я называю его отсек-отстойник. Тут скапливается детрит и тяжелые фракции. Дальше из него вода перетекает в большой отсек, где можно устроить либо фильтр кипящего слоя, либо положить мочалки, там типа мотала или какой-то субстрат. Дальше узенькая перегородка для того, чтобы перенаправить поток. Еще один отсек под биологию, под биологический наполнитель. И насосный отсек. Насосный отсек, вы, наверное, в курсе уже, все нужно делать небольшого объема такого, чтобы вода поместилась из этого насосного отсека в аквариум, когда, если вдруг, что-то произойдет со сливом. И здесь же в насосном отсеке установлен, собственно, насос. Это джибао типа 4000. И к ней сделан такой разветвитель на два крана. Один идет на подачу в аквариум, а второй пойдет на всеми излюбленный фитофильтр. Вот еще из моих таких нестандартностей это тумбочка металлокаркас. Он из 40-го профиля квадратного сделан. Но он сделан под дверцы с петлями. То есть, если вы планируете вешать петли, то вам нужно делать такой уступ. Он у меня сантиметров 7. Вот, то есть, один и второй. Но тут на любителя, да, или вешать панели, как я вот обычно делаю, или распашные дверцы. Тут уж сами решайте, как удобнее вам. Залили мы баночку водой, запустили систему. Вот сам работает, шуршит потихоньку. И моднейший фитофильтр. Это не я клеил, это хозяйский. Ну, довольно аккуратно собран. Он небольшого размера. Для этой банки, наверное, как раз будет по функционалу. В нем уже он бушный такой, то есть, он не новый. В нем сидели растения из старого аквариума. Вот такой раз чудесный старый аквариум с просто шикарнейшими, северными, огромными. И вот тут кусты. По поводу комментов, если у вас есть какие-то конструктивные предложения, может быть, как это можно улучшить, свои идеи, напишите в комменты. И вот еще одна просьба, по-братски, подпишитесь ко мне в группу ВК. Ссылка будет в описании, а то у меня на Ютюбе там 6 тысяч почти, а ВКонтакте 900 человек. Лады, увидимся в новых видосах. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok